Зима 2015 года, плавно перетекающая в год 2016, в Магнитогорске повторила рекорд 1986 года. Там снега было ушататься, как и в этом году. Я, честно, тогда-то и не помню, но помню главное. Тогда моя мама купила себе новый ВАЗ-21013. Что было тогда с дорогами в городе, я не помню, но я видел дороги в Магнитке в этом году. В 70% случаев я спросил, нам такое нужно? Но это была влага. Помните весну? Но дороги сделали быстро, и по сути я сейчас понимаю результат. То, что и было. Было сделано? Да посмотрите как! Этот участок дороги ремонтируется МАК-спецтрансом. И понять-то надо. Раньше мы молились на одну контору, сейчас их много, и делается все быстро. Я прекрасно понимаю, что вы занимаетесь практически всем, да? Но оказывается, вы еще и можете дороги ремонтировать. Ремонт дорог и строительство дорог – это такое направление, как бы... К любому строящемуся дому ведутся сети. После строительства сетей и восстанавливаем дорожное основание, дорожное полотно. Но я обратил внимание, да, на то, что в этом году все стало немножко по-другому, да? Были дожди, естественно. Была очень серьезная зима, да? В которой очень много было осадков, да? И дороги поплыли. Но в прошлом году и вообще мы ждали, когда придет человек, спаситель наш, и все это сделает. На сегодняшний день я смотрю, что вы немножко по-другому работаете. И дороги ремонтируются. И по сути событий мы не молимся, мы просто ждем хорошего человека, который нам закатает и грамотно асфальт. Я могу гарантировать, что это асфальт, который положим мы по всем технологиям. Он отстоит свой срок эксплуатации, и с ним ничего не стучится. Прекрасно понимаю, что у вас несколько праздников, да? Один день строителя, и вы еще можете день дорожника сделать, правильно? Мы можем не ограничиваться этими праздниками. У нас большое направление, мы оказываем большой спектр спецуслуги, спецтехники. Это тяжелые трактора, бульдозера, самосвалы. И строительство дорог, это для нас тоже направление наше. Строительство домов, слом домов. Теперь кое-что новое. Был бы Магнитогорск Нижним Тагилом, была бы красота. Но гора Магнитная находится в предгорьях, и здесь леса-то и нет. А в бытность СССР все, по сути, загаживалось растениями, которые росли быстро. Но не хотелось же садить сосны вековые, долго растут. Посадили карагачи и тополя, ну чтобы быстро. Так вот они разрослись настолько, что город пытается вывозить мусор от них. Только мусора было бы меньше, используя такую штуку. И не каждый может купить себе приспособу для размолота дров в шелуху. А у Макс Пецтранса есть. К слову о том, купили вы место для склада или бурелом не детский. Хочется сделать красивые и правильные только в Макс Пецтранс. Быстро уберут и разровняют, да и сделают тоже. Потому что эта контора правильная, она способствует вашему размножению денег. За нашей спиной находится новое оборудование под названием Торнадо. Это ветка-измельчитель. Мы его привезли в город буквально неделю назад, и уже у нас имеются на него заказы. Это очень хорошая вещь. Она используется для измельчения веток. Мы освобождаем тем самым место города на свалке. И сейчас в стадии оборудования, закупки оборудования, мы сейчас закупаем оборудование по изготовлению пилет. Будем делать пилеты. Также вот эти опилки, они используются на подсыпку, что мы видим в садовых магазинах. Красят и продают там по 400-500 рублей. Те же самые опилки, вот по бешевым деньгам. Мы можем пока предложить их гораздо бесплатно, можно сказать. То есть, они приезжают и забирают кому надо. Давайте обратим внимание, вот рядом с вами стояла куча, да? Да. И эта куча превратилась в ничто. Ну вот и производительность получается 40 кубов в час. 40 кубов в час. Представляете, что такое 40 кубов в час? Это получается диаметр, допустим, 200. Диаметр 200, это получается у нас где-то порядка 20 деревьев он измелит за час. А теперь как разбирается? А легко. Мы вам показывали, как ваш вечный шлакоблок. Нет, не вечный он. Легко разрушается от выстрела и легко ломается он техникой большой. Легко. Так что не втирайте мне, что стоит он долго. Вопрос цены и качества. Но тема-то другая есть. Вам подарили дом и он по сути никакой. Как его разровнять и убрать, чтобы построить новый? И опять ответ. Макс Спецтранс разрушит все и сделает новое. К слову о бойцах. Ну не каждый директор сядет за руль. А такой может. Он любит свою технику. Она ему приносит денежку и не только ему. Я в первый раз вижу человека, который из своего джипа сел и начал грузить. Понимаете? Я такого в жизни не видел. Как такое вообще возможно? Возможно, так как вроде это, наверное, больше уже это моя не работа, а, наверное, хобби. Техника это моя с детства. Любовь к технике с детства, потому что отец у меня всю жизнь работает водителем. И это стало мое хобби. Когда я пришел с армии, я задался вопросом купить одну машину, две. И таким образом за небольших 7 лет я добился парка в 12-15 единиц техники. 15 единиц техники. Они работают? Регулярно все работают. Даже чтобы сохранять режим отдыха и сна, ну, режим работы и отдыха, приходится работать мне самому, чтобы... Ну, выхожу, сам работаю, замещаю людей. Я прекрасно понимаю, что, наверное, лучше это, когда вы сами все это можете делать. То есть у вас категория А, Б, Ц, Д, Е, так что ли? Я водитель первого класса, что на автомобильных правах, что тракторные права. Я имею права первого класса. И надо понимать, что все, что у вас есть, вы сами используете? Все, сам. Использую я все сам. И на любой технике я могу работать сам, профессионально. Вот как-то так получается. Разбор и опять МАК спецтранс. Уборка территорий и опять МАК спецтранс. Доведение дома и опять МАК спецтранс. Можно еще много говорить, но вы понимаете результат. С кем работать? Это люди не тырищие все. Тырение в Магнитогорске кончилось. Но здесь все по-другому. Это люди работающие. И подумайте сами, с кем бы вы хотели иметь и вести свое дело. Обратите внимание, что за моей спиной. За моей спиной разрушенный дом. На поселке Кородырки. Представляете, вот это дом. И вы бы хотели, чтобы ваши дети здесь играли? Или вы бы хотели, чтобы вы сюда зашли? Представляете, что-то может сверху упасть и ребенка не встанет. Вам ли это надо? Так вот, чтобы этого не случилось и вообще, то есть если вам пришел дом в никаком состоянии и вы хотите его разрушить, я вам предлагаю обратиться в компанию МАК спецтранс. Они это дело полностью разберут и увидите. И построят себе замечательный новый дом в любом месте. Без разницы, где это. Либо это Банная, либо это сам Магнитогорск.